Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студию ведущий Петр Горохов. И сегодня мы поговорим о таком важном сезонном, можно сказать, событии, как «Весенний призыв». Буквально на днях президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий приказ и на службу в вооруженных силах должны быть призваны более 140 тысяч молодых людей. Ну и сегодня у нас в гостях военный комиссар городов Одинцова, Звенигород, Краснознаменск и по Одинцовскому району Вячеслав Борисович Клявень. И именно сегодня мы с ним на тему «Весеннего призыва» и поговорим. Вячеслав Борисович, ну естественно первый вопрос, сколько молодых людей, именно наших, Одинцовских, будет призвано в эту «Весеннюю кампанию призывную». Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, товарищи телезрители. Да, в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе и указом президента Российской Федерации с 1 апреля начался призыв граждан на военную службу, который продлится до 15 июля. В соответствии с этими законодательными актами будет призвано более 140 тысяч по всей России. И необходимо отметить, что это количество немножечко снизилось, где-то порядка на 8-10%. Чуть-чуть меньше будет призвано и в Московской области, и соответственно, точно так же и в нашем Одинцовском районе. Наше задание уменьшилось, я сказал, на 8-10%. Я не скрываю, военный комиссариат призовет 260 человек, из них где-то порядка 200-210 будет призвано с Одинцовского района. Остальные – власики из Венигорода и Краснознаменска. Насколько я помню, Одинцовский военкомат в очередной раз был среди лидеров в Московской области. И вот что из себя представлял осенний призыв, может быть, в нескольких словах об отличии осеннего призыва от весеннего? На протяжении последних 10 лет мы половину лет занимаем лидирующие позиции Московской области по организации подготовки граждан призыва и призыва их вооруженной силы. По итогам прошлого призыва мы были в лидерах Московской области. И более того, мы по итогам всего 216 года, по итогам весеннего и осеннего призыва, мы заняли общее первое место в Московской области среди 33 военных комиссариатов Московской области. Отличие весеннего призыва от осеннего в том, что происходит количество изменений в призывных ресурсах. По той простой причине, что, как правило, весной и летом молодые люди заканчивают учебные заведения, средние специальные, высшие учебные заведения. И после окончания обучения они стремятся, безусловно, отдать долг Родине, которая всего лишь 12 месяцев длится служба вооруженных сил. И после этого уже приступить к гражданской жизни, гражданской деятельности, работе профессиональной. Поэтому, скажем так, желающих пойти служить, ну это объективно, абсолютно весной больше. Значит, осень, естественно, меньше, потому что устраиваются на работу, кто-то идет определенной структурой, которая дает право на отсрочку, у кого-то появляются маленькие дети и так далее, и так далее. То есть происходит изменение статуса людей призывного возраста. Конечно, уменьшается призывное количество призывников, которые могут пойти осенью служить в армию. Но так или иначе, мы выполняем задачи как и весной, так и осенью. И более того, допустим, при задании 275 человек, прошлый призыв осенний, мы призвали более 300, и даже таким образом помогли другим военным комиссариатам, ну и в целом военным комиссариатам Московской области, выполнить общую задачу, которая стояла перед военным комиссариатом Московской области. Вячеслав Борисович, в последние годы служба в армии становится все более и более комфортной. Это касается и срока службы, который сокращался, и, скажем так, бытовых каких-то вопросов. Насколько вообще сегодня в связи с этим охотнее, может быть, молодежь идет служить в вооруженные силы, и каков сегодня процент уклонистов? Причины в этом, я вижу, прежде всего, в общем отношении руководства государства к вооруженным силам, в изменениях, которые происходят в вооруженных силах, в качественных изменениях, в отношении общества в целом к вооруженным силам. Действительно, сегодня человек погонок стал более уважаемым и любимым, потому что сегодня граждане России видят, что насколько важна сильная армия, насколько она нужна государству, но это, безусловно, один из самых главных институтов государства. Без армии невозможно сегодня существовать. Пришло понимание того, что никто никогда нас жалеть не будет, и единственный способ сохранить независимость, и действительно, сохранить какие-то свободы личные, сохранить свою страну, в конце концов, это иметь сильную армию. Сегодня мы видим, что происходит рядом с нашими границами, мы видим, что нам рано думать о всеобщем мире на Земле, мы понимаем, что привлекательные наши территории, наши ресурсы, и возросший наш авторитет на международной арене не дает покоя, не дает покоя так называемым нашим партнерам. Происходит столкновение интересов не только государствам, политических элит, но и транснациональных корпораций в разных регионах мира, допустим, на Ближнем Востоке. Мы знаем, что, к сожалению, мы в какой-то степени, не в какой-то степени, а в большой степени, зависимы от нефти, и понимаем, что многие вопросы нашего благосостояния решаются сегодня там и наши защиты государства от терроризма, от террористической угрозы, от распространения радикального ислама, от попыток создать всеобщего, чуть ли не мирового халифата. Естественно, мы понимаем, к чему этот радикализм приведет, и мы это видим, к чему он приводит. Вооруженные силы нужны не только для защиты нас от внешнего посягательства, от агрессоров, но и для решения локальной задачи внутреннего характера. Для этого созданы и Национальная гвардия, допустим, для этого они взаимодействуют тесно с вооруженными силами, я имею в виду непосредственно с российской армией. И эта необходимость в армии, она, естественно, и увеличивает привлекательность. Естественно, рост патриотических настроений в стране, и на сегодня нельзя сказать, что им нечего ценить, и поэтому патриотизм можно назвать прибежищем негодяев. На самом деле в нашем обществе выросли патриотические чувства, я это вижу по призывникам, они больше понимают ответственность за свое государство, понимают, что его надо защищать, надо к этому готовиться, хотят стать настоящими защитниками, мужчинами. Но уклонисты, тем не менее. В этом проявляется любовь к родине. Что касается уклонистов, сейчас это как явление перестало существовать? Как явление широкомасштабное, с устойчивой тенденцией, оно перестало существовать. Наметилась тенденция, пусть она и не очень ярко выраженная, к снижению количества граждан, которые уклоняются от военной службы. Но таковые и есть. Таковые и есть, и это как любое исключение, оно подтверждает правила. Правила это то, что большинство людей хотят служить в своей стране, да? А эти, кто есть, они только подтверждают, что у нас меньше, а есть настоящий патриотизм. И, к сожалению, они и есть. К сожалению, и есть. Мы боремся всеми посильными нам законными, легитимными средствами, способами. Занимаемся розыском таких граждан, занимаемся разъяснением, занимаемся административным наказанием, готовим порой документы, следственные органы для возбуждения дел. Ну, ни одного мы не привлекли к волну ответственности и не хотим привлекать. Мы хотим, чтобы все молодые люди, которые пока еще являются нигилистами и не признают законы, чтобы они все-таки поняли, что это необходимо. Закон един для всех. Но не может такого быть, что кто-то должен пойти и за меня исполнять свой долг перед Отечеством, перед моей семьей, в конце концов. Потому что солдат, который служит в армии, он защищает еще и свою семью, безусловно, своих близких. В какие регионы, в какие войска отправляются служить наши ребята? И учитывается ли при призыве их пожелания какие-то? Абсолютное большинство призывников идут служить в части соединения Западного военного округа. Ну, это в основном в пределах Центрального федерального округа. Ну, и если говорить о Северо-Западном, там до Мурманска. Ну, в принципе, не за тысячи километров уезжают служить. Но абсолютное большинство остается в Центральном, даже, в Федеральном округе. И, безусловно, мы учитываем пожелания самих призывников, их родителей, родственников, социально-бытовые условия призывника. Мы идем навстречу, и ребята остаются служить максимально, возможно, ближе к дому. В Москве, в Московской области, чтобы каким-то образом, каким-то способом, даже находясь в увольнении, к примеру, он мог оказать помощь своей семье, своим близким. А что касается родов войск, видов войск, здесь пожелания ребят учитываются? Кто-то хочет служить в десанте, а кому-то достаточно быть хлеборезом на кухне? Я, образно говоря, да? Ну, пожелания, пожеланиями. Безусловно, главную скрипку здесь играет при решении вопроса состояния здоровья призывника, вот, а потом уже его желания. Если он желает пойти в основные десантные войска, но имеет, к примеру, полоскостопие третьей степени и с артрозом, да, то есть, если он служить в десантники не пойдет, он, скорее всего, вообще в служить не пойдет. Поэтому учитывается, безусловно, состояние здоровья, прежде всего. Профессиональные какие-то навыки, знания. Может быть, подготовлен он уже для службы по военно-учетной специальности, к примеру. Подготовлен он в школе ДСАФ водителем категории С. Он идет служить, естественно, водителем. Ребята наиболее одаренные, которые имеют какие-то уже начальные научные разработки, хорошие дипломные работы. Некоторые из них идут служить в научной роте, которая существует при, как правило, военных академиях, научных центрах военных. И там они продолжают свое профессиональное развитие, продолжают свои научные разработки в интересах, как правило, военно-промышленного комплекса, в интересах обороноспособности государства. А так, безусловно, молодые люди, им склонны патриотизм, романтика, показать, проявить где-то свою возможность мужественность, становление мужчиной. Поэтому, естественно, просятся служить воздушно-десантные войска, части морской пехоты, войска специального назначения. Но сейчас будем призывать уже нашу национальную гвардию. Кстати, да, мы каждый призыв отбираем порядка пяти человек для службы в комендантском полку и президентском полку, так называемом Кремлевском полку. Самые лучшие ребята, подготовленные, они идут служить в эти части. А так, безусловно, исходя из состояния здоровья, пожелания призывника, мы призываем во все виды рода войск наших вооруженных сил. И наши ребята с честью исполняют свой воинский долг. Не было ни одной рекламации, ни одной жалобы, я вот не припомню, за последние десятилетия от командира части, что кто-то пожаловался, что призывник с Одинцовского района плохо исполняет свои обязанности по службе. Поэтому спасибо, надо сказать, и ребятам, призывникам, и родителям за прекрасное воспитание, подготовку наших мальчишек к службе в армии. Все знают, что Одинцовский район – это действительно один из самых военизированных районов, если не самый военизированный район нашей страны, России. На территории нашего района огромное количество военных династий, когда дети идут по стопам родителей, отцов, офицеров, и связывают свою судьбу, опять же, со службой в армии. Вот как проходит отбор ребят в военно-учебные заведения Министерства обороны, и многие ли хотят сегодня стать именно офицерами? Не срочную службу, а вот именно пойти в военное училище и стать офицером Российской армии. Да, одной из задач военного комиссариата является отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения. Мы получаем задания, как правило, в год должны отобрать кандидатов порядка 100 человек для поступления в военные учебные заведения. Но мы не ограничиваемся этой цифрой. Мы, как правило, ну не на порядок, но на 50% больше ребят отбираем для обучения в высших учебных заведениях. И необходимо сказать, что количество желающих стать офицером у нас увеличивается. На самом деле, профессия офицером, как и вообще отношение к армии, становится более почетной в нашем обществе. Ребята идут, поступают учиться во все вузы технические, командные. Ну, насколько я помню, например, приоритетом было в советское время, да, например, с власихи ребята шли это. Ну, сейчас это уже, конечно, не города. Это были раньше Советский Союз, да, это Харьков, это Рига инженерная и военно-политическая. То есть, связанные именно с ракетными войсками. А сейчас, я так понимаю, география и виды войск расширились, да, куда ребята стремятся поступить? География, безусловно, расширилась, но так или иначе, приоритетами все равно остаются военные училища ракетных войск рейдического назначения, космических войск, краснознатных войск. Ну, то есть, все это связано с этим. Близость к Москве, безусловно, определенное количество ребят и хотят поступить в вузы, которые ближе к дому, как, допустим, военный университет, который имеет очень много специальностей интересных, в принципе, там, прокурорско-следственные, там, допустим, зарубежной военной информации, там, экономической безопасности. Ну, то есть, достаточно интересные профессии, да, идут туда поступать в училище Верховного Совета, знаменитое наше, которое имеет столетнюю историю. Поступают в Севастополь военно-морское училище, в Санкт-Петербург едут поступать, допустим, по военно-морским училищам, в Калининград, Смоленская Академия противовоздушной обороны. То есть, выбор, я так понимаю, очень большой. Воронежская Академия военно-воздушных сил. Да, выбор довольно большой. А что касается службы по контракту, много ли сейчас желающих стать контрактниками? И вообще, в двух словах, как Вы относитесь к созданию частных военных компаний, о чем сейчас достаточно активная дискуссия идет у нас в обществе? Ну, Петр, знаете, что наши вооруженные силы становятся с каждым годом все более компактными, более мобильными, поступают на вооружение новая техника, новые виды оружия. Исходя из этого, необходимо, чтобы люди, владели этим оружием, более опытные, да, способные им владеть, подготовленные. И есть ряд задач, которые выполняются только военнослужащим по контракту. Согласно нашего законодательства, ребята-призывники, которые призываются на срочную, так называемую, службу, они не участвуют в вооруженных конфликтах, там, локальных, нелокальных. Туда едут только военнослужащие по контракту, которые проходят службу. И мы много говорили раньше о том, что наша армия должна быть профессиональной, но она и так достаточно профессиональная, офицеры, есть военнослужащие по контракту, солдаты и сержанты. Это все, в принципе, военнослужащие, которые служат по контракту. И на сегодня количество военнослужащих, которые служат по контракту, увеличилось в вооруженных силах, И оно, может быть, будет приближаться со временем к 50%. Но мы ежегодно, если в целом взять, мы призываем призывников, ну, допустим, порядка 500 человек, то по контракту мы призываем более 100 ежегодно. Желающих достаточно много. Мы понимаем, что это с вопросами связанной трудоустройства. Кто-то уволился с вооруженных сил. Ну, не смог себя на гражданке найти. Не смог себя на гражданке, да. Очень много, я даже знаю, сейчас, вот я встречался с родителями, у которых ребята вот сейчас еще служат, вот заканчивают служить буквально через месяц, через два. Но им понравилась служба в воинской части в той, и они хотят заключить контракт с командиром части и продолжать там службу. Именно той части, где они проходили срочно службу. Именно той части, где они проходили службу, понравилось. Да, такие факты есть. Это тоже говорит, кстати, об оздоровлении обстановки климата общего, морально-психологической атмосферы воинских коллективов. То есть военнослужащих по контракту мы достаточно много призываем. Если говорить далее про частные военные компании, есть такие молодые люди, до 40 лет в основном, которые приходят в военный комиссариат и просят сами, отправьте меня, значит, я хочу воевать. Я хочу изучать интересы государства там, где сегодня необходимы мои навыки, мои знания, мой профессионализм, я физически подготовлен, я имею навыки спортсмена-альпиниста, стрелка высококлассного, член сборной был и тому подобное. У меня есть своя экипировка, у меня есть своё вооружение, ну пусть там охотничье, но его можно там специально использовать. В таких случаях можно говорить, да, может быть, есть смысл таким людям как раз обратиться в те частные военные компании, которые наверняка сейчас уже есть, они безусловно работают. И я, безусловно, уверен в том, что опыт этих людей в определённых ситуациях, в определённых ситуациях, где необходим именно опыт таких людей, готовых перенести любые тяготы, любые тяготы, готовых даже на самопожертвование, скажем так, да, у этих людей опыт должен востребован быть. Потому что если не востребован будет государством, не востребован будет в интересах государства, то найдутся те, кто востребует своих личных корыстных интересов и упасти Господь преступных. Что касается трудоустройства, увольняемых в запас военнослужащих, ну вот, наверное, как частные военные компании могли бы, может быть, да, в случае принятия определённых законов стать одной из таких возможностей. А вообще, насколько сегодня сложно отставникам найти достойную работу, я имею в виду на гражданке, то, что называется на гражданке. Вопрос Пётра на самом деле очень больной. И, кстати, работа с пенсионерами Министерства обороны, с ветеранами вооружённых сил, вот как и с ветеранами, безусловно, прежде всего, Великой Отечественной войны, членами семей. Это одно из главных направлений деятельности военного комиссариата. Я ставлю его в углового угла. Вот, там, мобилизационная готовность, работа с пенсионерами Министерства обороны, которые отдали всё, что могли, служению Отечеству. А потом мы уже занимаемся призывами дальше. Ну, параллельно мы занимаемся, но это вот такие основные задачи три. И люди, которые увольняют с вооружённых сил, выслужив до предельного возраста, или бывают по состоянию здоровья, не те, кто ушли молодыми. То, что он молодым, если он имеет хорошую профессию и хорошую голову на плечах, то, безусловно, он работу найдёт и будет востребован. Особенно стихнарь, ну, то, что вы говорили, техник, да? Да. Сейчас такие действительно востребованы. Да, востребованы. А тот, кто уволился 50 лет, 55 лет, но ещё полон силы, энергии, знаний, опыта, он не только может научить кого-то, как это делать, он сам ещё это может делать и делать качественно, намного лучше, чем многие молодые. Но, к сожалению, эти люди, их опыт недостаточно, на мой взгляд, востребован. И поэтому необходимо заниматься вопросами адаптации военнослужащих уволенных в запас, адаптации их, их членов семьи, их жён, потому что многие жили, служили в гарнизонах, где некоторое время не работали, а теперь получили где-то квартиру, да, в городе, даже не очень большом. И жить на пенсию, как вы понимаете, сегодня достаточно сложно. Поэтому, на мой взгляд, должны быть специальные центры социальной адаптации военнослужащих, которые занимаются обучением, которые занимаются переквалификацией, которые дают какие-то новые знания, которые сегодня имеют востребованность, и эта ниша недостаточно заполнена, куда можно устроиться офицеру, уволенному из вооружённых сил. В Московской области существовал Центр социальной адаптации военнослужащих, который приносил огромнейшую, на мой взгляд, помощь уволенным и членам их семей. Его основной офис находился в Ногинске, очень много филиалов, в том числе у нас на Власике, которые ежемесячно проводили в многих гарнизонах дни социального обслуживания, где проводились ярмарки, вакансии, где специалисты, юристы, представители компании давали консультации, какие-то предлагали работу. Всегда там участвовали работники военных комиссариатов, которые разъясняли, какие льготы там, пенсионного обеспечения вопроса и так далее. И многие офицеры, которых я знаю, закончили Академию, Московскую Академию Косударственного Муниципального Управления, которое при РАКСе существует, получили специальность управленца государственного муниципального управления. Нашли себя, да? Многие нашли себя, многие нашли себя. Более того, значит, после окончания этого заведения я имел полное право, и я выдвигался на пост главы лесного городка, но, к сожалению, там не получилось выборами. А потом, в последующем, целый период я был председателем Совета депутатов лесного городка, получив там знания, безусловно, государственного муниципального управления. А сейчас этот центр не работает, да? К сожалению, с этого года этот центр закрыли. Я не знаю, по какой причине. Может быть, нехватка средств. Хотя, я думаю, что не такие там большие средства... Но не потому, что он не был востребован, да? Не потому, он был очень востребован. Там постоянно обучались группы. Наш, допустим, филиал на Власике, он уже имел право обучения, дистанционного обучения граждан, уволенных в запас, там, бесплатно или за мизерную плату. И это была большая помощь, я большой подспорь. Возглавлял этот центр прекрасный человек. Он сам полковник, бывший, значит, ракетчик, полковник Ичетков Сергей Васильевич. У нас здесь Еремеев Анатолий Анатольевич. И остались они, как профессионалы, специалисты переподготовки, неудел. И остались офицированы на запас, как брошенные дети. Без поддержки такой, да? Без поддержки. На сегодня этот центр перестал существовать с этого года в Московской области. Но, по опыту, кстати, вот центр социальной адаптации Московской области, это движение стало всероссийским. Значит, эти центры создали, даже в Забайкале созданы эти центры. Вот. Мы показали положительный пример и сами ушли от этой помощи. На мой взгляд, это неконструктивно. Ну, может быть, это временно. Может быть, я думаю, может быть, временно, да. Произойдет возрождение. Сегодня это очень серьезная проблема. И ко мне приходят, обращаются, оставляют в резюме. Кого-то удается трудоустроить. Но очень трудно, на самом деле. Это проблема серьезная. Недавно, буквально тоже на днях, министр обороны Российской Федерации, Сергей Кужугетович Шойгу, принимал в ряды юноармейцев в нашем парке «Патриот» тысячу школьников со всего Подмосковья из 68 муниципалитетов. И в связи с этим хотелось бы спросить. Вообще, участие, насколько плотно участвует Одинцовский военкомат и в деле военно-патриотического воспитания молодежи, и во взаимодействии с ветеранскими организациями и военно-историческими клубами? Ну, мы непосредственные участники патриотического воспитания, вообще программы патриотического воспитания, потому что подготовка граждан к военной службе – это уже одно из направлений патриотического воспитания молодежи. И этой работой мы занимаемся в тесном взаимодействии с администрацией Одинцовского муниципального района, с комитетом по делам молодежи, культуры и спорта, с управлением образования. Помощь оказывает непосредственно, без всякой лишней там лести, глава района Яванов Андрей Робертович. Много работает в этом направлении Одинцова Татьяна Викторовна, Ляписта Ольга Ивановна, Демченко Олег Иванович, средства массовой информации, вам, Пётр, спасибо в том числе, и всем работникам нашей прекрасной редакции, нашего телевидения, которые освещают эту работу военно-патриотическому воспитанию, призывы граждан и так далее, и так далее. Тесным взаимодействием, естественно, с Советом ветеранов Николаем Романовичем Якошевым непосредственно участвуем в мероприятиях, которые проводятся в районе, в бахтах памяти, в эстафетах, там, Салют Победы, тесно сотрудничаем с поисковиками. И, естественно, вот образование, кстати, этого движения Юна Армия, это как переход количественных изменений в качественные, да, как диалектика, диалектика. Что-то должно быть на почве, которую мы, к сожалению, там, расшатали, там, октябряты, пионеры, комсомольцы, да, и молодежи нашли, кто решил заниматься. Вакуум заполнили, да, вакуум заполнили, да, фанатами-экстремистами ультра, да, беспорядками на улицах, ну и привлечением всевозможных, там, секты, но я не говорю там о тяжелейших, там, вредных привычках. Негативных примеров, к сожалению, много. Да, к сожалению, много. Безусловно, необходимо бросить здоровую нацию, здоровых людей не только физически, но и морально, чтобы эти люди идейно были здоровыми. И, естественно, вот это движение, оно, как переход, я говорю, в качественные изменения, оно было необходимое. Это, к счастью, произошло. И у истоков непосредственно создания, мы совместно с руководством администрации, управления образования, состоял как раз военный комиссариат. И наше региональное отделение ДСАФ, школа ДСАФ, во главе с Ермягином Александром Васильевичем, который, кстати, выделил первым средством, и мы первый отряд юноармейцев, в эту юноармейскую форму, которая очень красивая, да, были, кстати, вот, с подачи нашей школы ДСАФ. Вот, мы будем 21 апреля проводить День призывника, причем планируем проведение его на территории парка Патриот, к этому будет мероприятие привлечены, кстати, будут юноармейцы. Вот, у нас есть и на территории, ну, самый сильный, на мой взгляд, это отряд юноармейцев, по крайней мере, на территории Одинцова, это Лятичи, которым возглавляет, вы знаете, Сергей Михайлович. Да, Сергей Михайлович, вот, и они будут, мы пригласили их участвовать в этом мероприятии. Ну, то есть, в принципе, мы поддерживаем юноармейское движение, у меня назначено даже должностное лицо, которое занимается непосредственно только вот взаимодействием по патриотическому воспитанию и юноармейскому движению. Ну что ж, и в завершении передачи хотелось в нескольких словах, чтобы вы сказали о том, как проходит подготовка к празднованию очередного Дня Победы. Я знаю, что военкомат всегда готовит хороший такой, правильный набор мероприятий, направленный на разные возрастные группы, на разные социальные группы. Мы готовимся и понимаем, что с каждым годом наша ответственность, она возрастает, потому что чем дальше эти годы, да, тем больше людей, которые выросли и меньше и меньше знают историю нашего Отечества. К сожалению, это, вот, и историю Великой Отечественной войны. И поэтому совместно с Советом ветеранов у нас планирован ряд мероприятий, которые обязательно будут проведены. Но прежде всего, это совместно с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны, это участие в школьных мероприятиях, беседы со школьниками, это участие в эстафете «Салют Победа». Мы уточняем списки всех ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Готовимся к посещению на дому тех, кто не может уже выйти из дома, чтобы поздравить дома их, чтобы ветераны понимали, что они не забыты. Конечно, готовимся и будем проводить прохождение воинских подразделений, но это будет непосредственно в День Победы. Привлекаем к этому проведение этих мероприятий офицеров и генералов запаса. У нас есть почти 20 человек инспекторов генералов запаса, которые занимаются тоже патриотическим воспитанием, отбор граждан, за службу по контракту, участвуют в мероприятиях патриотического характера. Их тоже привлекать будем и привлекаем их. Они сейчас уже участвуют во всех мероприятиях, которые являются предвестниками Дня Победы. И думаю, что не один надеясь на это и хотел бы верить, что не только военкоматам, но и вообще всеми не будет забыть хоть один ветеран Великой Отечественной войны. Да вообще мы должны о них заботиться не только перед Днем Победы, а каждый день их все меньше и меньше, все меньше и меньше. Уже сотнями числяются те, кто был в окопах. Поэтому дорогим ветеранам, дорогие ветераны, я вам искренне желаю здоровья, любви, уважения ваших близких, сохранения как можно дольше, высокой работоспособности. Вы молодцы, вы всегда в строю находитесь. Огромное вам спасибо за воспитание молодежи и долгих-долгих вам лет. Ну что ж, Вячеслав Борисович, спасибо огромное за то, что пришли сегодня в студию, за то, что ответили на интересные вопросы. Ну и желаю вам действительно очередной, успешной, удачной, лучшей в области призывной кампании. Спасибо огромное, Петр. Вам еще раз большое спасибо за объективное, очень хорошее, доброе освещение вопросов патриотического воспитания, деятельности военного комиссариата, подготовки граждан к военной службе, проведения призыва. Мы всегда открыты, мы всегда готовы к сотрудничеству. Пожалуйста, приглашайте, приезжайте к нам. У нас скоро будет мероприятие, вручение, удостоверение к награде Ордена Славы Третьей Степени родственникам погибшего участника Великой Отечественной войны. К этому мероприятию мы привлечем и призывников, которые будут находиться в Красной призывной комиссии. Приглашаем и вас тоже. Спасибо огромное. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был военный комиссар городов Одинцова, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского района Вячеслав Борисович Клявень. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.